всем привет меня зовут кристина добро пожаловать на мой канал в этом видео у меня будет много хроник покажу вам работу на одной клиентке это покрытие мы делали на новый год то есть пришла она ко мне примерно в конце января и вот начинаем работу примерно каждый месяц она у меня приходит на пока на коррекцию на покрытие иногда в 5 иногда даже в шесть недель бывает но сейчас мы стараемся стабильно раз в месяц переделывать покрытие не хочу долго останавливаться на том что я делаю из видео в видео хочу вам сегодня рассказать что же входит в мой прайс и обсудить как раз таки эту тему вы мне часто задаете вопросы на эту тему поэтому я решила обсудить все здесь чтобы каждому не отвечать в комментариях планирую в ходе видео рассказать каждый этап работы что у меня входит прайс какие я беру еще дополнительные услуги скажем так включаю сюда в общий прайс что я беру отдельно расскажу вам все в подробностях думаю это будет очень интересно ну а вы в свою очередь делитесь комментариях так у вас или нет потому что иногда я думаю что мне нужно пересмотреть свой прайс а иногда нет обратим сейчас внимание на этот ноготок начала я его снимать увидела что там возможно может быть отслойка но я конечно же не ошиблась мы ее сейчас с вами увидим специально начала снимать этот ноготок когда ее там увидела довольно смачная у нас тут отслойка хорошо она убралась когда ее хорошо иссякаешь длину я немножко убираю фрезой потому что потом доработаю все быстро пилочкой один из самых важных вопросов у моих клиентов которые новенькие у меня и также на ютубе в комментариях входит ли у меня снятие чужого покрытия в прайс да она у меня уже входит в прайс то есть мне абсолютно не важно снимать чужую работу снимать свою работу вообще не вижу в этом никакой сложности если работать аккуратно знать структуру ногтя знать как выглядит ноготок посмотреть в торец все это видно знаю многие снимают снятие чужого покрытия за деньги потому что видите ли там какой-то может быть не тот слой материала можно пропилить ноготь так вот если работать аккуратно и знать как работать то вы не пропилить ноготь даже если будете работать наполовину вслепую я думаю что это вполне адекватно понять опытному мастеру да даже начинающему ну будет он снимать покрытие не 10 а 20 минут ну и что какая разница почему клиент за это должен платить вдруг отдельно мне это совершенно непонятно тем более у меня комплексный прайс но об этом я расскажу чуточку позднее здесь я использую твизеры я их купила чтобы просто попробовать ими работу но скажу честно они у меня лежат в дальнем ящике пользуюсь я ими крайне редко иногда на некоторых клиентах у меня получается хорошо на некоторых не очень ну а мы с вами видим вот такой результат быстренько вам покажу какими материалами я буду работать обычно праймер база топ у меня на этой клиентке одинаковые у меня бескислотный праймер база топ от нл гель french pink для укрепления и гелак от пинки которые сейчас у меня на руках номер 229 супер красивый оттенок с блестками ну а гель я этот выбрала french pink для того чтобы просто сделать укрепление клиентки ногтей геля потому что я и стараюсь всегда укреплять гелем чтобы у нее все хорошо носилось а этот оттенок совершенно не пользуется у меня популярностью потому что он ну супер уж очень полупрозрачный вы сейчас это увидите как раз таки на видео я по моему его только один раз покрывала или рисовала french а во всех остальных случаях клиентам не нравилось что он полупрозрачные я сверху перекрывала чем-то еще но здесь мне не нужен супер толстый слой потому что будет еще цветное покрытие вот посмотрите видно свободный край даже если у вас ногтевая пластина будет какая-то чуточку каких-то некрасивых пигментов все это будет видно многим это не нравится поэтому очень хорошо этот гель у меня пошел под укрепление и так после того как у меня в прайс входит снятие у меня также входит в прайс опил формы неважно какой неважно какой длины если это свои натуральные ногти да даже если это где-то там один нарочный ноготок никаких проблем у меня с этим не возникает все это входит у меня в прайс дальше у меня комбинированный маникюр если мы сейчас говорим про прайс маникюра про педикюр наверное расскажу вам видео о педикюре если это будет также интересно потому что на педикюре у меня четыре разных цены ну а тем временем у нас с вами уже работ на 1 работа готова вот так она выглядит клиентка практически всегда у меня делает однотончик и через месяц этот однотончик выглядит вот так единственная одна у нас возникла проблема сейчас я вам ее покажу на большом ноготке она у меня кстати любит до подпиливать углы через время ей где-то что-то чуточку цепанет она возьмет все спилит и становится форма вообще не мягкий квадрат а какой-то не давал не до квадрат но ничего страшного когда я убираю длину все это дело у нас также спиливается а здесь такая странная отслойка произошла это отслоилось у нас покрытие цветное от базы то есть скорее всего это произошел вот на этом маленьком участке ногтя конфликт базы и геля потому что геля там в этом месте он был но тем не менее либо это конфликт геля и цветного покрытия в общем то мне странно об этом думать потому что там такой маленький кусочек и я совершенно не знаю причину его появления так как маникюр я всегда выполняю комбинированный то естественно он у меня входит в прайс после этого что еще входит у меня выравнивание базы и либо укрепление гелем все это также входит в прайс если я делаю укрепление гелем значит гелем если базы значит выравнивание и я не беру никогда доплату за укрепление например гелем сразу знаю спросите про укрепление полигелем именно как укрепление я не его не использую если только какое-то донаращивание то либо ремонт у меня 50 рублей ноготок если мы говорим сейчас о какой-то одноразовой такой процедуре как поломка сколу либо еще какая-то проблема себе например я всегда наращиваю боковые параллели на квадратах чтобы у меня был супер четкий квадрат по сути я его как бы моделирую я делают на всех ногтях ну вот считаете либо взять 10 ногтей по 50 рублей либо просто клиент у вас заплатит за полное наращивание в принципе получится одно и то же ну и дальше либо у меня входит покрытие топом если я это работала какой-нибудь цветной базы либо цветным гелем ну либо еще есть у меня также конечно же как у всех покрытие гирлаком я имею ввиду самим цветным гирлаком при этом не важно какую подложку я сделала из базы либо из геля все это у меня входит в прайс при первом посещении у меня действует скидка некоторым клиентам точнее некоторым а новым конечно же клиентам но об этом я наверное уже не буду рассказывать не знаю стоит ли или нет и кстати доплату за матовый топ я также не беру мне как-то один раз написали о вы покрыли клиентки матовым топом и удорожили значит средний чек я говорю почему а мне кто-то в комментариях ответил что за матовый топ нужно брать доплату не понимаю почему потому что можно тогда после снова покрытия сразу покрыть матовым топом и зачем тогда брать доплату совершенно мне непонятно вот этот единственный гирлак моей палитре которая больше 200 оттенков который выглядит непонятно как сначала розовый потом какой-то он бежевый не знаю он меняет свой оттенок примерно через дня три даже если я использую топ с ультрафиолетовым фильтром но многим клиентам это нравится поэтому я не стала его выкидывать использую его кому это нравится теперь вам показываю работы которые я не снимала но знаю что вам будет интересно посмотреть клиентка моя носит покрытие не совсем аккуратно поэтому ногти не всегда выглядят супер красиво здесь у нас уже летние работы которые мы активно эксплуатируем на даче поэтому все ногти затертые но это перчатки несколько пар поэтому мы и видим такие затертые у нас уголки и в принципе ногти поверхность ногтевой пластины не забывайте писать в комментариях вопросы которые у вас возникли по поводу прайса обязательно на все отвечу и дайте знать в комментариях интересно ли отдельно вам обсудить прайс про педикюр если да то напишите обязательно в комментариях либо кто-то один напишите комментарии и сильно его залайкайте думаю кто не хочет писать комментарии то обязательно поставить лайк до новых видео пока пока